Преодоление себя в памяти героях. Воспитанники 24 военно-патриотических клубов области при поддержке фонда поколения Андрея Скотча провели акцию, посвященную подвигу легендарной 6-й роты Псковской десантной дивизии. 15 лет назад ее бойцы вступили в неравный бой с отрядами чеченских боевиков и на протяжении суток удерживали важную высоту. Из 90 десантников выжили лишь четверо. В память об их бессмертном подвиге ребята и совершили марш-бросок. Продолжит Екатерина Пресенко. До старта считанные минуты. Бежать ребята будут в полной амуниции с одним на всех настроем, который усвоили даже новички. Один за всех и все за одного. Ведь здесь важна не скорость, а командный дух, который 15 лет назад показали десантники легендарной 6-й роты. Их примера будут придерживаться и в клубе «Купол». Мы всегда готовы. У нас очень дружная команда. И мы всегда друг за другом. В одном строю и парни, и девушки. Они наравне не только бегут, но и обращаются с оружием, не жалея нежных пальцев с маникюром. Физическая сила и патриотические идеалы. Воспитанники клубов объединения поколения растут на примерах героев нашего времени и стараются им соответствовать. Они будущие десантники, разведчики, моряки и, несомненно, достойные сыны своего отечества. Мы гордимся своими воспитанниками, мы гордимся своими руководителями, которые на протяжении уже 14 лет занимаются этой патриотической работой. Я должен сказать, что сегодняшние курсанты, вы видите, многие из них уже совершили прыжки с парашюта. Многие уже имеют серьезную подготовку. И по оценкам специалистов, когда мы бываем в воинских частях, делают заключение, что ребята, которые еще являются допризывниками, имеют опыт, ну, фактически, ребят, отслуживших в армии по полгода. Поэтому ребята и здесь показали высокий класс подготовки. В главном состязании, марш и броске, первым был гранит из нового оскола. А в сборке и разборке автомата лучшим стал оскольский каскад. На них теперь будут равняться остальные клубы. Екатерина Пресенко, Сергей Кириченко, Новости Мира Белогорья.